Здравствуйте! Любопытные события происходят в нашей жизни, когда в нее вмешивается история большая политика. Жизнь начинает превратить какой-то иной смысл. Вспомните, еще не так давно большинство из нас были озабочены призраками европейского кризиса, изменением курса рубля, ценами, ну и прочими неприятными цифрами, экономическими показателями. А еще кто-то из нас ворчал по поводу Олимпиады. Ну что много денег на нее потрачено. Лучше бы, конечно, эти деньги были потрачены на нас персонально, а не на Олимпиаду. И наверняка все это как-то сказывалось на нашем отношении к руководству страны, но вмешалась большая политика и история, и все начинает меняться. Буквально на глаза. Так специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения отмечают, что с середины февраля уровень одобрения работы президента России Владимира Путина вырос на 0,7%. Число людей, которые одобряют работу президента, достигло максимум за три года и составило почти 72%. Это произошло на фоне Олимпиады в Сочи и событий на Украине. Причем ключевое значение событий на Украине в Крыму трудно переоценить, потому что они внесли в обыденные рассуждения о выгодах, экономических показателях и курсах валют давно позабытый смысл. Причем смысл не меркантильный. Украинский кризис вернул всех нас к важному вопросу об исторической роли России. Ведь не может на одной шестой части суши существовать страна и ее многомиллионный народ только ради того, чтобы добывать углеводороды. Согласитесь, если страна существует только для этого, то это уже не страна, а колония, ну или просто одно большое месторождение с обслуживающим персоналом на борту. И тогда можно интересы этого народа, этого обслуживающего персонала ограничить теми самыми цифрами, какой-нибудь зарплатой. А о том, что у этого народа есть интересы, не меркантильного толка, есть историческая память и национальный суверенитет, можно, конечно, позабыть. Не исключено, что одно время к России пытались так относиться наши международные партнеры. И надо сказать, что это была, конечно, не их вина, а наша беда. Так позволяли думать о России прежние руководители страны, объясняя свои действия бедственным положением, в котором оказалась Россия в результате краха Советского Союза. Но надо сказать, что объяснение это слабоватое. Наверное, все-таки не только и не столько в экономических трудностях дело. Чтобы понять это, достаточно вспомнить особый дипломатический стиль Бориса Николаевича Ельцина, над которым потешался весь мир. К такому президенту России в свое время просто привыкли. Впрочем, Ельцин пытался в свое время грозить кулаком США. Но это не приводило к той нервозности, которую мы наблюдаем сегодня у наших западных партнеров. Обратите внимание, с нашей стороны не было ни одного жесткого заявления, уж тем более прямого напоминания о ядерном оружии. А нерва в риторике наших оппонентов США и Европе стало почему-то больше. Видимо, потому, что сегодня всем понятно, работа действующего президента России на внешнеполитической олине поддерживается населением страны. Если вернуться к цифрам в ЦИОМа и представить себе, что в ближайшее воскресенье состоятся выборы президента, то, по мнению экспертов, Владимир Путин набрал бы на них порядка 70% голосов. Спасибо за внимание и удачи.